Не хотела я сюда идти, но некоторые вот мои друзья внезапно проснулись. Нет, еще завтра проснулись со своей аджигой. Привет, друзья, если вдруг будете это смотреть. Не знаю, что это, к моему это не цветит. Второй раз тут иду, первый раз одна. Да, 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 да. Субтитры делал DimaTorzok Так вот, хоть и товарищ по пансионату и взбывал, что здесь все дороже, а Джига тут 45 рублей баночка. Я купила сразу три. Ну и себе заодно. Потому что, в принципе, я так думала, что ее можно будет. Ну, раз уж и... Ну, как бы не то, чтобы можно или нужно, но раз человеком понадобилось, ну бы и нет. Там, где я была, 200 рублей. Так же, как пастила, здесь 50. Там, где мы вчера были, где, по словам нашего гида, все супер дешево. 200. Точнее, 100 рублей. А то, что я покупала за 100... Вообще в одном месте и 200 было. То, что я покупала за 150 рублей в первый день экскурсии на Вечерней Гагре, в других местах стоило точно так же 150 рублей. Это зеленый абхазский чай. Ветер не шумит. Дай показать вблизи людям. О, это шелковица. Здесь она тоже белая и менее зрелая. А вон там... Гранатик. Тут принимают карты, но, как вчера показала практика, когда я пыталась сберпанковским миром оплатить свой козий сыр копченый, два раза карту не приняли. Ну, они как бы мир принимают, но я не знаю, что за украинский мир. Или какой-то там украинский Сбербанк. Но наш мир... Не только у меня еще какая-то женщина тоже из нашей группы экскурсионной не приняли. Пришлось наличкой. Сверстало 300 рублей. Все-таки, мне кажется, это кто-то прикололся. На самом деле, это не цветы, а пенопласт. Кстати, помойную коробочку сменили. Там было две старых типа ржалых. Когда я первую из них отгуляла в один из дней. И, я не знаю, выкладывала и в Инстаграм, или ВКонтактике. Или только на телефон. В смысле, я так на видеокамеру экшен или фотик снимала. Если выкладывала, то привет зритель из Абхазии. Хорошо, что вы сменили эти старые свои ящики на новые. Хотя, в принципе, то, что у вас случилось, я думаю, что это даже как бы ничего страшного. Что тут старые ящики для мусора. Последний день бытия. Кстати, аджика оказалась от главпродукта. Вообще, я думаю, ко мне претензий не должно, потому что 35 градусов в теньке народ. Сначала нам ничего не надо, потом за день до, ой, нам надо, надо. Ну, в принципе, то, что я видела вчера, было точно такое же. В некоторых местах, правда, было, как бы, видимо, типа местное. Но у нас, как бы, было время ограниченное. Я просто вот издалека видела это в тех местах. Я решила сделать последний бросок. Целый час у меня отнял. Вообще, 40 минут туда и обратно. Но еще 20 минут надо дышаться в номере. Прогулка до магазина в конец деревни. По-моему, вот это вот тумаврик растет, который у них тут в некоторых неожиданных местах. Мошка и почти везде растет. Я купила вчера приправы на винодельне, где у нас была первая дегустация. И там вот в довесок был лавровый рис. Хотя мне, как бы, лавровый рис не нужен. Там просто набор такой был. 200 рублей 6 видов разных приправ. Вот это, оказывается, у нас камелия. Или не камелия. Короче, цветок. А, магнолия. В честь которого у Фэрритейл город называется, где сама Фэрритейл находится. Белая. Как нам Гид сказал, на улице ей хорошо любоваться. А в помещении может голова заболеть. А вот олеандр оказался ядовитым. С ног до головы. Там дети шарахаются. И с той стороны не подойти. Нормально они будут прогуляться. Но, с другой стороны, я и вблизи это показывала. И там на экшн-карте снимала. И, как я поняла, экшн у меня тогда не разрядилась. А тупо на очень сильной шаппи не стала функционировать. Так же, как телефон. Стару раз. Говорил, все, все. Я типа помираю. Не хочу камерой работать. Поэтому я решила просто вот с этой стороны, как и хотела. Пройтись немножко. Тиньки-то хорошо с ветерком. Да, вот на солнышке с тем же ветерком особого кайфа нема. Тяжело даже в лестницу подниматься. Это я заметила уже, ну, может, дня 4. Как? Хотя вот такая конкретная жара. Последние только 3 дня. Вот четвертый день, когда я поняла, что мне тяжело оставить в лестницу подниматься. И хреново себя чуяло, было не так жарко. Можно сказать, даже прохладно относительно того, что сейчас. Я не представляю, как эти местные жители тут 40 градусов тепла в Тиньке шарахаются. Им при этом нормально. Видимо, видеокамера издалека напоминает что-то страшное. Потому что, когда шла от магазина, благодаря какому-то ребенку до меня пара теток не докопалась. Что он стал их увидеть, что я просто фотографирую. И что я, типа, выгляжу как турист. Но, с одной стороны, их можно понять, с другой стороны, цепляться, потому что у тебя турист тут что-то фоткает. Когда, как бы, свободный доступ можно фоткать и снимать. Это уже что-то даже более круто, чем дедок, который вон на той аллейке живет. Я даже не рискую там проходить. Думаю, фиг знает. Я с его пятого или шестого «Пойдемте в гости» еле отмахалась. А правда, он, ну как, руками не распространялся, только говорил. Но фиг же знает. Не все ж с первого слова понимают слова «нет». Хотя вот чувак на машине таки с первого раза понял. Я вчера еще купила лечебное варенье. Там в составе эвкалипно, щебрецкое, целимон от кашля и что-то такое. И вот я поняла, что то, что я тут на днях видела дерево такое интересно пахнущее, необычное. Это действительно одна из разновидностей эвкалипта. А мне всегда казалось, что у него круглые листочки. Может, я его с циквой и путаю. А еще то растение, которое ребенок, когда я гуляла по той стороне, называл бамбуком. По-моему, не бамбук. Потому что мы гуляли по вечерней гакле. На самом деле, тоже мамина подруга одна из негативно так называлась. Типа, там, типа, пальмы, фонари, больше ничего не видно. В общем, по-другому это выглядела эта вечерняя гакля. Не те ожидания, но намного лучше. И там парк какой-то гагрский. Ну, в общем, какой-то парк в Гаграх. Там как раз вот был этот кусочек бамбука. Маленькая бамбуковая роща. Там еще чувак был с обезьянкой. Обезьянку звали Ксения Собчак. Он еще так ходил, говорил, не хотели я с Ксюшей сфоткаться. Медвежонок был, еще кота-птица. Вот тут какое-то здание строения. Ну, я с той стороны, когда ходила, видела, что тут что-то такое полуразрушенное. Но с этой стороны, когда сексом-фла, как-то не заметила. Вот с этого ракурса его видно. Замаскировалась в деревьях. Вообще удивительная страна. Ну, честно сказать, я не особо в курсе была, что тут православие, не православие. Но оказалось православие. Сломашь первого века. Нравы такие мусульманско-восточные. Именно в том самом смысле понимания и при этом православия. При этом оно не навязывается, как, допустим, в России. Какое-то совершенно милое, безобидное православие. Ну, это мой взгляд чисто. Сегодня еще два человека заселилось. Но я что-то не поняла, на каком онтаже, где они сейчас. Но обедали все вместе. Можно сказать, практически в тишине. То у меня до этого пара ужинов у меня было. И вчерашний завтрак спокойней. С момента, как заселился еще один постоялец. Иначе вот ощущение было, что чувак страдает этими мукбагами. Или вообще не промышляет. И кайф от этого получает. Когда ест и говорит спокойно. Просто не пообедать, не позавтракать, не поужинать. Но я медленно ем. Достаточно так. И он сваливал раньше. Можно было какое-то время спокойно покушать. Но в этот раз эта парочка оставалась. А когда он свалил, потом я докушала, дообедала. И они остались еще. Тоже такие несколько специфические люди. Но больше, наверное, старые закалки. Скажем так. Вот это то, что я снимала на экшен. И то, что мне издалека казалось. Какой-то тряпочкой на самом деле на вес. Ну, в смысле, будто это что-то там наклеено. Как рекламный старый щит. Ромашка ли это? Точно ромашка. Просто раз гуляла и не заметила. Может, она недавно только распустилась. Потому что я тут два дня была на экскурсиях. Экологически чистая. Маленькая такая. У нас такая обычно покрупнее. Называется то ли поплога, то ли еще что-то. Ну, в принципе, где растет, от того и маленькая. Поле футбольное. В поездке мне вчера с Арсона не удавалось на видеокамеру поснимать. Как-то ехала бы я одна, допустим. Было бы там тихо, спокойно. Можно было бы поснимать. Но и неудобно ее доставать было. Ну, тоже чутка поснимала. И на канале мне, конечно, уже кто-то каменкнул, что типа, ой, такие короткие ролики. Ну, на телефон-то дофига же можно снять, конечно же. Я же туда приезжала не отдыхать, смотреть и развлекаться, а специально снимать все для тех, кому нужны длинные ролики. Я считаю, кому нужны длинные ролики. Пусть покупают мне снова. В смысле, уже сами мне какую-нибудь там путевку оплачивают. И тогда будут длинные ролики. Типа, вот, Лёля, ты едешь тупо снимать для нас, зрителей. Для тех, кто по какой-то причине не может добраться, допустим, до Абхазии. Или не хочет, или типа того. Не-не, это не надо мне потом писать, что я ничего такого плохого не хотела сказать. Я считаю, что на мои какие-то такие эмоциональные всплески словесные реагируют. Если кто-то негативно реагирует, то сам дурак. А если кто-то просто реагирует, а ой, я типа сейчас обьился, то самый первый вариант. Ну, короче, в смысле, ко мне можно бы уже привыкнуть, что я вот так вот на что-то, что-то реагирую. Ну, что иначе было бы, ну, как бы, я же живой человек, ну, так мусорик. Я заметила, что они в какие-то куче сжигают последние дня три-четыре, наверное. Потому что за день был экскурсий. Но я не поняла, то ли они феносжигают, которая по какой-то причине не убралась, то ли они мусор сжигают. Даже когда сидела на лавочке первый раз, как раз в день, когда снимала на экшн тут, потом сидела вот на этой лавочке качельки, и тут сотрудник местный сжигал. Я думаю, блин, такая жарища. Рядом, да, исторически, практически, деревья. Сухая трава, вот вспых, и все. Но как-то они умело это все делали. Ничего дальше нужного, не вспых. Не буду я здесь ходить, потому что как-то шарахалось по траве. И какой-то коряга, не коряга, короче, слегка ранила ногу. Ну, я ее перекись и промыла. Пластырем заклеила, все нормально. Ну, в общем, как-то. Мало ли что. Это не раздолбайство постсоветского времени. Это уже их чисторичная трагедия. А к тому, что в России, допустим, подобного вида здания было бы обгажено, черт знает как. И было бы как следствие разруха после постсоветского пространства, постсоветского союза. Все-таки я тут немножко пойду. Ну, по этой только стороне. Я задолбана чисто всякими идиотами. А не потому, что вот так случилось. Нехорошо. Нам вчера гид рассказывал их вот эту историю. Воины. И, честно, я была в диком шоке, что такое еще в современном мире может происходить. Что вообще люди что-то подобное могут совершать. Тут здание. Когда так вот стоишь вот с той стороны, с того ракурса, его не видно. Когда на экшн снимала, вообще не заметила. Замаскировалось оно. Тут дальше не пройдешь. В принципе, как бы можно пройти, но даже по скошенной траве в бостоножках хоть и не очень удобно. Куличком. В смысле, колется это все. А дам, она не скошена в какой-то кусок. И до ворот соседствующих с другими домами не дойдешь так себе спокойненько. Звонила я сегодня в трансфер. В 12.15 меня забирает машина. в 12 я выселяюсь, как бы задаю номер. Ну и я, конечно, понегодовала на такую, на мой взгляд, несовершенство структуры нашего российского туризма. но мой близкий родственник сказал, что это норма для всех. Что туристу надо самому звонить, узнавать, напоминать. ну да, мир несовершенен, как кто-то из наших преподов говорил. Петя. Такую дачу не помню, говорил или нет. Мы не попали, потому что группа не набралась. Там минимально 10 человек, причем не считая детей, дети бесплатно. И всего лишь полчаса на этой даче. Ну, я не знаю, может быть, это, конечно, дофига потери. С другой стороны, как бы всегда есть шанс вернуться, но если буду возвращаться, то только где-нибудь там в сентябре, в начале октября, как я поняла, в начале октября, тут до середины октября вполне еще нормально по погоде и не жаркое. Потому что так это вообще смертельки. Трындец какой-то. Очень тяжело к такой жаре примещаться. Устаешь жутко. Даже вот с экскурсии. Ну, вообще было очень классно. У нас было четыре водопада, два озера, озеро Рица и другое, кажется, голубое озеро, но я не уверена в точности названия. то, что я не попала в пещеру, у меня вообще как бы ни холодно, ни жарко, но пещера у них в этом году 20 июня так вот конкретно уже открывается у них там какое-то туристическое или фиг знает летнее время, как нам сказали гиды. кстати, очень ответственные люди. Мне, например, допустим, тем экскурсоводам, что у меня были в Пскове, когда я ездила автобусная экскурсия от Ярабултура, даже не то, что в Пскове, а в этом самом Великом Новгороде, где нас просто оставили и сказал, разделили на две подгруппы, гид наш той нашей подгруппы нас оставил и сказал, типа, дождь я никуда не пойду. Или еще какие-нибудь там места и выкрутасы были. Короче, в общем, я довольна всем этим. Но, если честно, чисто для меня это страна на один раз, на одно посещение. Думаю, можно выключить уже камеру. Тут, в принципе, все, что можно, практически я все засняла, всю территорию. На самом деле, просто несколько тяжеловато от жары даже. Внести ее и так, так рукой держать. Полушогнуто. Он здесь и раньше был периодически, но пока я телефон доставала, еще с той стороны была, он перелетел повыше и, наверное, замаскировался, его не видно было. Он сейчас улетел вообще. Тут вот иногда сидит, так, кар. я главная птица. Типа, я тут главная птица. Можно сказать, практически последний круг почета. И вот, что бы вы думали, иду я никого не трогаю спокойненько себе в своем летнем платьишке. Не люблю вообще совершенно людей, которые вот тебя первый раз видят и начинают с тобой по-небратски относиться к тебе. и мне орет это человекообразное создание, на которое я тут периодически жаловалась уже ранее. Типа, ой, гляди, вставай на ворота. Вот человек вообще играет с детьми футболом. Как-то себе представляет, притом, что он меня уже спрашивал в реале футбола, сказал, что нет. И как бы человек в юбке. Жара под 40. Киньке 35, если уже не 37. Как он себе это представляет? Ну, я, конечно, сделала вид, как советовали вчера, позавчера вообще пара теток из нашей группы туристической, экскурсионной, что, типа, если местные жители мужеского пола будут что-то орать, то надо, или говорить, то надо их игнорировать. Вот точно так же сделала. Хотя местные жители мужеского пола адекватнее в тысячу раз, чем вот это животное человеческого рода. Это вот в неприятных некоторых моментах. Вот сейчас я стою вообще у дерева шелковицы белой. Это как примерно та, которая была, когда я шла, снимала на камеру от магазина с той стороны. Только эта, когда я ее видела, в последний раз была более зрелой. Ну, более ближе к тому, чтобы созреть. Менее зеленой, короче говоря. вишенка там была, но вишенка наверху несколько яголок, три или четыре красненьких уже есть. Или это черешенка, фиг ее знает. Лавра-вишня нам еще вчера говорили на экскурсии в винодельной, в винодельной, не знаю как, части экскурсии в винодельной остановке. винодельня у местного Романа винодела, короче, скажем так. И я не знаю, что конкретно там за вишня, но снизу такие еще недозрелые ягодки. Я уеду, тут как раз, наверное, через неельку это все или большая часть будет зрелым. Тоже слегка неоправданное ожидание, потому что читала каменты, читала отзывы, читала статичу в конце мая, начале, самом июня тут бывает. И вот все, что перечислялось, а тут еще не созрело. Некоторые даже и рядом не стояли с созреванием. И вон там у нас этот зверобой цветет. ну и что, напоследок еще раз номер обозреть уже на эту камеру. Тех негодует, что были в самом начале у меня нету сейчас, но когда меня поселили не туда, и вообще оно как-то выглядело не совсем так. Какой-то мужик мне каментил негодует я свое, что под какой-то ролик, что типа у меня там каждая полочка. Специально для такого мужика. Каждая полочка. Так. у меня по большей части вот этой частью полочка попользовалась двумя вот этими верхними полочками. Телевизор работает. Кстати, два канала ловит обхажские новости и какой-то еще с фильмами. Там у меня на стуле купальник валяется. Кофточку эту я пару-тройку раз стирала чисто по мелочи, потому что очень одна часть меня пропотевала. Несмотря на Дерек. Причем левая часть исключительно. И левая это самое плечо у меня так конкретно горело. Ой, мои трусики там сохнут. Ну, я может, довырю. Или каким-нибудь смайником заделаю. Я забыла, что они там есть. Первая линия моря. Комбея, к сожалению, нет. К счастью, не знаю. Короче, нет камбея. Вот что вас примерно может ждать, если вы купите путевку сюда. Ну, если не по путевке, то вас поселят скорее всего в номер, в котором ремня изначально сомали. А это песочек с их моря. У меня сегодня два раза было в кочьё. В общем, ну, вполне себе нормальный номер за 1250 в сутки, учитывая трехразовое питание, очень даже хорошее. Покидывает народ. Да, и надо было в самом начале сказать привет, народ. Вот.